Здание национальной филармонии возвели во второй половине XIX века. В течение долгих лет у него было разное предназначение. По словам директора агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефаница, когда-то в нем была синагога, а в период между двумя мировыми войнами находился муниципальный театр «Экспресс». В 1940 году решением правительства МССР здание отошло национальной филармонии. С течением лет она стала одной из крупнейших организаций страны. В ней расположено два концертных зала, один рассчитан на 773 человек, другой на 214. Есть также залы для репетиций хора, оркестра и балета. Свой путь в филармонии начинали такие коллективы, как Жок, Флуираж, Лаутари и артисты, ставшие знаменитыми, в том числе Владимир Курбет, Николай Ботгрос, Николай Сулак и Сергей Лункевич. Здание национальной филармонии является памятником культурного наследия.